Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3х3, карта Морталис. Играю я за Имперскую Гвардию. Со мной в команде за Империю Тао играет Fire Warrior, и за Некронов играет Флазо. Наши противники Деспо играет за Некронов, за Сестер Битв играет $33 Country. И за Космодесант играет Дарсай. Начинаю я застраивать пехотный штаб, захватываю свои точки, два отряда гвардейцев, ввожу второго строителя. Fire Warrior, истинный Тао, вводит командира Тао, начинает захватывать точки, застраивает их, один генератор. Так, Флазо, ставит пока что генераторы, захватывает реликтовую точку, ставит турель на базе у врага. Так вот. В общем, не дает захватить реликтовую точку, союзную флазу, тут Деспо застраивается генераторами, захватывает точки, одну точку она дает сестре, доллару. Сестра играет через свечилище чистоты, есть колонисы, значит, инфернальный пистолет, тут переписывались. Fire пишет, что в течь идет. Деспо пишет, возьмите точку. Так, тут вражеский командор, Дорсая, прибежал в гости и убежал, пока что находится в центре. Я иду отрядом командования, вязать его в ближний бой. Тут Fire своим командиром, прикрывает турель в плазу. Заряжаю обилку по командору Дорсая, но меня расстреливает канониса с инфернальным пистолетом. Тоже получает обилку от командира Тау. Убивает канониса моего Псайкера и успеваю, я спрятался в пехотном штабе. Дорсая играет через казарму, естественно, так как есть командор. Флаза пишет, заберите точки. Очень мало генераторов у Флаза, надо побольше ставить. Так, запретный архив в Деспо. Вводят он воинов-никронов, следом свежевателей будет делать. Два пака воинов есть уже в системе пробуждения. Пока что не прокачивается их воинов. Сестра не переходит в Т2, заказывает отряд сестер битв. Что очень странно. Я бы на ее месте быстро бы перешел в Т2, сделал бы Селестер и просто побежал бы. Кликрон упал, сломал бы все генераторы и все. Так. Файер расстреливает своим командиром Тау. Наблюдательный хост Дорсая. Я тут стою своим отрядом командования, но... Кликрон, Флаза, танкует эту точку. Флаза все еще пишет, заберите точки. Я тут вяжу в ближний бой к Анонису, заставляю ее отступить, заряжаю водилку по ней. Очень сильно она раздамажена. Пытаюсь расстрелять, но тут с фланга уже космодесантники заходят, поэтому отступил я отрядом командования. С другого фланга Деспот все-таки решил сломать эту турель и пойти в наступление. Засвечивает он турель, пытается своим лордом доломать эту турель и воины еще присоединяются к уничтожению данного туреля. Отступил назад Флаза своими войсками. Скидывает отряд свежевателей, чтобы отвлечь воинов на себя. Я прибежал отрядом командования. Я был в Т2, зарядил обилку по воинам Некронов. Я отступаю, так как тут сестры с каноницей. Очень больно еще и вражеский лорд Некронов у Деспотова находился на базе у союзного Тау. Так, Девастаторы имеются у Дарсая. Начинает он расстреливать обелиск Флазу. Лорд Некронов прыгает, повязал и отступил. В общем, расходимся мирно, но проигрываем ключевую точку. Я пока что не спешил, не ставил тут турель, не тратил ресурс. Я просто перешел в Т2, начинаю заказывать Василиск. Выложу тяжелое вооружение. Обычно я вначале не начинаю давить, чтобы не согрелись на меня. Начинаю давить на Т2, чтобы уже не... Тогда, когда уже не могут меня продавить своими войсками. То есть, тупо не могут подойти. Тут он прокачивает пост, естественно. А если бы ты сразу начнешь тут турелями застраиваться, он не будет прокачивать пост. Просто отдаст недостроенный свой пост. И на этом все. А так, приятно уничтожить наблюдательный пост, который прокачан. И начинаю расстреливать Дорсая. Он подвел сюда Девастаторов, но они под Василисском не могут нормально стрелять. Еще и Чаш очень больно стреляет по ним. В итоге Дорсая отступает. Тут Фаер начинает осаждать Деспом. Деспо застроил турель у себя на базе. Все еще точки, видите, две точки не захваченные. Флазу, если точки не берут, забирай сам. Фаер пишет, да бери уже сам. Мне, в принципе, влияние не нужен был. Вот Тау, да, возможно. Ему можно было забрать одну точку, прыгнуть невидимками, захватить, а дальше уже застроил бою флазу. Небесный луч есть у Фаера. Пытается он уничтожить турель у Деспо. Убойные огни расстреливают Обелиск вместе с командиром Тау. А я тут с удовольствием расстреливал пласты у Дорсая. Заряжает он Псайфкерский шторм серыми рыцарями по моему тяжелому вооружению. И Клазу скидывает свежеватели на базу у Дорсая. По центру сестра своими селестянками. Микрон своими воинами идут в атаку. Он сделал дух, чтобы порезать всех воинов огня. Паника начинается у Фаера. Бегает он под постами. Все правильно. Тем временем начинают на флазу давить. Но Василийские работают и расстреливают. Расстреливают эту пехоту. Так, в итоге я потерял одно тяжелое вооружение. Ввожу следующее тяжелое вооружение. Есть у меня Т3. Отрядом командования побежал помочь в Плазу. Зарядил орбитальный удар по сестрам. Так, наполовину. Цепануло. Духи, Бессмертные, Селестянки с Исповедником. Идут на базу Флазу. Вывел еще одно тяжелое вооружение, чтобы продолжать осаждать Дорсая. Дорсая пока что в Т2. Ставит Храм Бога Машины. Снова подхожу в отряды командования. Смотрю, пока что не могу ничего сделать. Василийские продолжают расстреливать. Убивают не священника. Селестянки. Но они очень много тут пехоту потеряли. Все-таки Таус мог прикрыть нашего Некрона. В Т2 Некрон, есть второй Монолит. Минус один пост. Скоро будет минус второй пост. Есть Т3 у Дорсая. Из Т4 ставлю в Марсианский Центр. Прокачиваю парк танков Лемон Рус. И скидывает орбитальный удар. Дорсая, к сожалению, потерял и одно тяжелое вооружение. Так, на базе у Флаза продолжается веселье. Тут духи веселятся. Кто и бессмертный. Бессмертные должны быть уничтожены. А у Флаза ничего нету. Потерял он все свои гены. Сидит голышом. Так, вывел я отряд Касаркинов. И соединил священника. Наконец-то закончился орбитальный удар. Чуть не сломал мой пехотный штаб. И снова сажаю свои тяжелые вооружения. У сестры есть танк-экзорцист. Начинает раскидывать моих Касаркинов. Снимаю реликтовую точку. Но там, походу, еще Т4 нету. Заряжаю ковровую бомбардировку по позициям космодесантников. Грубаю огилку невязвимости, чтобы благополучно снять реликтовую точку. И отступить. Скидывать серых рыцарей. Ну, я уже отступаю. Так, танк Лимон Рус выехал. Бессмертные идут по центру. Я на время умер, говорит. У меня генераторов нету. Пишет Флазу. Временно играем 2 на 3. И сестра своими машинами наказания. Святой прыгает ко мне. Теряю я тяжелое вооружение. Так, очень поздно она прилетела. Успевает выйти в мой карающий меч. Я тут засанял машину наказания. Возвращаюсь к Астракинаме. Также Деско своим лордом бегает. Тут отрядом командования побежал вязать ближний бой терминаторов. Пытаюсь расстрелять тяжелую машину наказания у сестры. К сожалению, теряю свой отряд в командовании. Потерял один Василиск. Тут Святая прям вплотную взялась. Так, уничтожаю Святую. На очереди машина наказания. Но Святая возрождается. Есть у нее такая обилка. При нужном количестве Эльеры. Прогоняю отсюда терминаторов Дорсая. Выходят наконец-то Огрины. Чтобы разобраться Святой. Ломает она мне в хвосты. Но я своими танками Лемон Рус пошел в атаку на Космодесанта. Надо было контратаковать. Там, в принципе, одна Святая машина наказания. Которая уже уничтожена. Восстанавливается пока что Лазу. Пытаюсь сломать Храм Бога машины у Дорсая. О, да, он начал переходить в Т4. Так, Барракуда у Фаер Варьора. И выезжаю своим карающим мечом. Застраиваю обратно свои посты. Расстреливаю строителей, которые пытаются отремонтировать. И бросаю сюда десант Дредноута Дорсая. Но тут же теряет своего Дредноута. Все-таки перешел в Т4 Дорсай. И успел я сломать ему. Так, Космодесантники с ракетных установок расстреливают. Мой танк Лемон Рус. Деспо засвечивает моих танков. Приходится отступать. Наверное, надо было заехать сюда в кавер. Да, вот я все-таки решил заехать. Но с фланга забежали две машины наказания. И тут же разворачиваются еще и орбитальный удар. Космодесантники под обилкой священника пытаются тоже убежать. Тут еще и несущность несущего тьмы от Некрона Деспо. Очень сильно они хотят разобрать мой карающий меч. Машины наказания вместе с Святой бегают за моим танком Лемон Рус. Уходит у меня второй Василиск. Все, машины наказания уничтожены. Василиски пока что живут. Тут сущность несущего тьмы не отвлекает. Святая прыгнула дальше, чтобы уничтожить мне генераторы. Дорса тем временем пытается захватить свою реликтовую точку. Я занимаю кавер своим карающим мечом. Есть большой кнарлок у Тау. Флаза пока что не видно. В бою. Хотя бы лорда что-нибудь сделал бы. Чтобы засвечивать. Логрины пошли разбираться со Святой. Наконец ее убивают. Возможно она еще возродится. Да, начинает возрождаться. Противный герой. Ставлю я снова пехотный штаб. Так раз потерял. Еще я пойти на Некрона. Он засвечивает меня. Надоедает. Там сущность несущего тьмы. Отступаю. Климан Русан. Расстрелял тот экзорциста я кстати. Вот почему я сюда приехал. И пытаюсь расстрелять. Исповедника все убиваю. Тут видите пока что отвлекся. И Сытая перепрыгнула. И Огрин и не атакуют. Сытую. Так есть живой Монолит. Я вернулся тут. К Космодесанту. Понимаю. Вон реликтовую точку захватил. Тут сейчас будет. Клендрайдеры. Еще плюс проблемы. И так Сытая тут пакостить. Огрин и прибежали сюда. Она перепрыгнула туда. Такая хитрая сестра. Дарсая начинает встанить черепками мой танк. Строителем пытается отремонтировать. И вот он момент. Очень опасный момент. 73% у Лендрайдера. И там 79% по-моему было. В общем успел я разобрать ему. Храм Бога Машины. И не смог Космодесантник вывести свой супер юнит. Наконец-то Флаза вернулся в игру. Сделал хоть какие-то войска. Пошел в атаку. Тау начинает поддерживать. У Тау есть псы крутых. Тут я огненными снова снимаю реликтовую точку. И очередные машины наказания. Прибежали я разбираться с моим карающим мечом. Ушли Касаркины. Застраиваю новые генераторы. Дарса Ай скидывает очередной орбитальный удар. Тут же меняю позицию. Подвожу сюда Касаркинов. Касаркины далеко забежали слишком. Застанил одну машину наказания. И снова святая прыгает. Неугомонная сестра. Все, продолжает тянуть. Время достало я там. Оставил храм бога машины на базе у сестры. Дарса Ай хочет отсюда вывести свой лэнд. Так, у деспо проблемы. Тут Тау вместе с Лазо, Нехроном. Пытаюсь его продавить. Он остался без прикрытия. Тут сестра. Сетая у меня на базе. Ну, Огрин и с ней уже разбираются. Снова возрождается. А я своим танком иду ломать базу у Дарсая. Снова возрождается. На этот раз я оставил танки Лемон Рус. Чтобы разобраться с этой цветой. Отряд командования, Касаркины. Рядом с танком. Призывает ЛЖ Монолит. И Деспо. Так, поставил сам бога машины Дарсая. Но нету реликтовой точки у него. Не может он заказать. Бегут кающиеся сестры. Машины наказания. Пытаются разобрать мой карающий меч. Тут еще и командор у Дарсая присоединился к этому делу. И, в общем, застреваю, как обычно, своим карающим мечом. Машины наказания уничтожены. Остались кающиеся. Которые довольно будут долго бить. Этот карающий меч. Еще и мой техножрец постоянно находится рядом. Он ремонтирует мой Супер Танк. Все-таки продавили Деспо. Флаза вместе с Фарль Варриором. И поднимает живой Монолит Флазу. И перепрыгнул на базу Деспо. Скидывает сюда своих Терминаторов. Дарсая, правда, остается помочь. Но под живым Монолитом он ничего не сделает. Живой Монолитович Терминаторов. Раскидает и расстреляет. Сбивает сестра из игры. Я тут турель накинул. Зачем там? Видимо, потерял я свой карающий меч. Потому что не вижу. Да, даже вот. Количество техники. Можно понять, что нету карающего меча. Ум, Дарсая, смотрите. На базу и сестри не застраивается. Терминатор Варриор Продолжаю застраивать турели. Продолжение следует... Вот таким вот образом заканчивается битва. Не успел я достроить турель. Продолжение следует... Фаеру по армии набирает 1780. Флазу 485. Я набираю 1020. Доллар каунтри 655. Деспо 200 евро. Дарсай 130. Фаеру убито 168. Потеряно 47. Уничтожено здание 26. Потеряно здание 0. Флаза убито 48. Потеряно 85. Уничтожено здание 6. Потеряно здание 12. У меня убито 118. Потеряно 68. Уничтожено здание 13. Потеряно здание 7. Доллар 33 каунтри. убита 63, потеряно 58, уничтожено здание 10, потеряно здание 2. Деспа убита 69, потеряно 167, уничтожено здание 9, потеряно здание 19. Дарсай убита 67, потеряно 108, уничтожено здание 0, потеряно здание 24 топ 1 по ресурсам занимает fire warrior и самый технологичный дарсай спасибо ребята всем за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем мир и спокойствие пока пока